Согрей сердца и гребески, а Боже достойно, с вами слабоходите, как можно укрепить. Тысячи людей в эти дни молятся за мир во всем мире. Допустить повтора событий 22 июня 41 года просто нельзя. В этом уверены и сотни православных верующих, которые пришли на утреннюю службу в храм при Свято-Воскресенском мужском монастыре, чтобы поддержать жителей Донбасса. Подходя к святой иконе, просят не за себя, за братьев и сестер. Это очень важный момент, очень важно, нужно будет, потому что там очень много русских людей. Молитвенная помощь очень нужна. И люди должны почувствовать, что они частичка большого православного мира. И вот как раз икона и молитвенная общая помощь, она должна помочь людям. Мы готовы соучаствовать во всех отношениях и молитве, и в поддержке во всем людям, которые там живут, русским православным людям. Икона Владимирской Пресвятой Богородицы, главная икона России, была написана много лет назад на бересте. И вот совсем недавно ее отреставрировал самарский мастер. Краски стали ярче, обновилась и оправа. По словам председателя городской думы Александра Фетисова, передача иконы на Донбасс поистине историческое событие. Это событие, оно и духовное, оно историческое, оно и человеческое. Духовное, потому что икона Владимирской Пресвятой Богородицы на протяжении многих столетий оберегала, помогала нашей стране, российскому воинству. Так было и во время Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. Но, наверное, вот это мы не утратили, и слава Богу, и сегодня. Передать святыню и тем самым оказать моральную поддержку жителям Луганска по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия решили активисты Самарского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России». По их словам, остаться в стороне от сложившейся на Донбассе ситуации просто не могли, как и сотню лет назад. Во время русско-турецкой войны градоначальник Петр Алабин передал ополченцам, болгарам, знамя, вышитое в Иверском монастыре, Самарское знамя, с которым они и победили. В Самаре икона пробудет еще несколько дней. Все это время священнослужители будут читать молитвы, а затем вместе с гуманитарным грузом икону отправят в Луганск. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.